После торжественной линейки выпускники-лицеисты идут в Харьковский военно-медицинский госпиталь. Маршрут им хорошо известен, ведь ещё в сентябре 2014 года они пришли сюда впервые и положили начало акции «Подарить цветы солдату». В этом году к пышным букетам дети прибавили сладости, подарки и даже деньги. «Для меня важно сюда прийти, потому что я знаю, что если чем-то можно помочь, сделать какую-то радость людям, которые прошли через ад, почему бы и нет». Классный руководитель 11-го класса Елена Сухомлинова уверена, «Встреча детей с бойцами – лучший урок мира для её учеников». И его надо проводить не в школе, а в госпитале, рядом с защитниками Украины. 19-летний Александр Пивнев несколько лет назад и сам был выпускником. В свои годы юноша уже успел повоевать, защищал Торецк, Донецкой области, попал под миномётный обстрел и потерял ногу. Парень перенёс уже 9 сложных операций. В госпитале лечится больше двух месяцев. Но невзирая на это, у молодого воина очень амбициозные планы. «Да не скоро ещё. Может, на Новый год где-то, точно. Где-то так. «Как дальше собираетесь?» «Да что дальше? Инструктором. В часть обратно. «Обратно?» «Обратно, а куда ещё?» Мама Александра Пивнева Людмила тоже учитель по образованию. Она преподает в физико-математическом лицее в Кировограде. Тяжёлое ранение сына заставило женщину сделать паузу в своей карьере. Поэтому она очень благодарна харьковским детям, устроивших и для неё праздник 1 сентября. У меня тоже есть класс, девятый. Мы переходим в девятый. Сегодня 1 сентября проходит без меня, так как немножко события, которые выбили меня из ритма жизни. Ну, всё продолжается. Самое главное, сын мой жив. А ребятам огромное спасибо. Их классная руководительница тоже. Сегодня моя школа проводит акции для Саши. Они вместо цветов собирают помощь нам. Дети из Харьковского лицея были первыми, кто поздравил сегодня воинов. Волонтёры, которые дежурят в госпитале, надеются, что акцию «Подарить цветы солдату» подхватят учащиеся и других школ города. Наталья Белокудри, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости.